Пожалуйста, Андрей Дмитриевич Сахаров, народный депутат. Пожалуйста. Уважаемые депутаты, я хочу выступить в защиту двух принципиальных положений, которые были положены в основу проекта повестки дня, выработанного группой московских депутатов из-за длительной работы. И этот проект был поддержан также рядом депутатов из других регионов страны. Итак, мы исходим из того, что данный съезд является историческим событием в истории нашей страны. Испиратели, народ избрали нас и послали нас на этот съезд для того, чтобы мы приняли на себя ответственность за судьбу страны. За те проблемы, которые перед ней стоят сейчас, за перспективу ее развития. Поэтому наш съезд не может быть... Начинать с выборов. Он не может... Это превратит его в съезд выборщиков. Наш съезд не может отдать законодательную власть одной пятой своего состава. То, что предусмотрена ротация, это ничего не меняет. Тем более, что в спешке, очевидно, ротация составлена так, что только 36%... Я основываюсь на Конституции. Только 36% депутатов имеют шанс оказаться в составе Верховного Совета. С этим основана первая принципиальная тезис положения, содержащаяся в проекте, представленном московской группой. Я предлагаю принять в качестве одного из первых пунктов повестки дня съезда декрет съезда народных депутатов СССР. Мы переживаем революцию, перестройка этой революции. И слово декрет является самым подходящим в данном случае. Исключительным правом съезда народных депутатов СССР является принятие законов СССР. Насначение высших должностных лиц СССР, в том числе председателя Советов Министров СССР, председателя Комитета Народного Контроля, председателя Верховного Суда СССР, генерального прокурора СССР, главного арбитра СССР. В соответствии с этим съезд должны быть внесены изменения в те Конституции СССР, которые касаются прав Верховного Совета СССР. Это в частности статья 108 и 111. Второй принципиальный вопрос, который стоит перед нами. Это вопрос о том, можем ли мы, имеем ли мы право избирать главу государства, председателя Верховного Совета СССР, до обсуждения, до дискуссии, по всему тому кругу политических вопросов, определяющих судьбу нашей страны, которые мы обязаны рассматривать. Всегда существует порядок. Сначала обсуждение, сначала представление кандидатами их платформы, сначала, а затем уже выборы. Мы опозорим себя перед всем нашим народом, это мое глубокое убеждение, если мы поступим иначе. Мы, этого мы сделать не можем. Я неоднократно в своих поступлениях выражал поддержку кандидатуре Михаила Сергеевича Горбачева. Это при позиции я придерживаюсь и сейчас, поскольку я не вижу другого человека, который мог бы руководить нашей страной. Но это я не вижу в данный момент. Моя поддержка носит условный характер. Я считаю, что необходимо обсуждение, необходим доклад кандидатов, потому что я считаю, что мы должны в принципе иметь в виду альтернативный принцип для всех выборов на данном съезде, в том числе и для выборов Верховного Совета, председателя Верховного Совета. Поэтому я говорю слово кандидатов, хотя я считаю вполне возможным, что других кандидатов не будет. А если они будут, то это мы будем говорить во множественном числе. Кандидаты должны представить свою политическую платформу. Если Михаил Сергеевич Горбачев, который был родоначальником перестройки, с его именем связан начало процесса перестройки и руководства страной на протяжении четырех лет, он должен также сказать о том, что произошло в нашей стране за эти четыре года, он должен сказать и о достижениях, и о ошибках, сказать об этом самокритично, и от этого тоже будет зависеть наша позиция. И самое главное, он должен сказать, что он, а также, если будут другие кандидаты, то другие кандидаты, что они собираются делать в ближайшем будущем, чтобы преодолеть то чрезвычайно трудное положение, которое сложилось в нашей стране, и что они будут делать в перспективе. Для нас должна происходить общее, должна быть, так вот, я говорю по повестке, прошу прощения, я говорю по повестке, я считаю, что... Андрей Дмитриевич, это вина моя, это вина моя. Давайте договоримся в порядке вот обсуждения, что хочет высказаться, до пяти минут. Максимум. Сейчас я закончу. Сейчас я закончу. Я... ...вопросы, которые, я считаю, нужны. Они содержатся в нашем проекте, и с этим проектом я надеюсь, что делегаты ознакомлены, но... я кончаю тем, что я надеюсь, что свет окажется достойным той великой нити, которая перед ним стоит. И он демократически подойдет настоящим передним задачам. Товарищ Мишалкин, сейчас поднимал товарищ Попов Гавриил Харитонович. Потом я вам дам слово. дам слово. Одну минуточку, товарищи. Товарищи. Я думаю, мы с вами, как уже вот на подходах, на заключительном этапе, довольно с большим, я бы сказал, желанием, нервнодушием обсуждали все вопросы. Сформировались. Но я думаю, не будем лишать у товарищей, которые на предыдущих этапах высказывали, они хотят съезду, свою точку зрения, довести. А дело съезда принять решение. У нас главное предложение внесено от имени всех делегаций. Поэтому я прошу просто товарищей кратко высказываться.